Кто знает, что есть истина? Хватит, зачем нам слушать его? Послушайте меня, уважаемые. Вот я вывожу его к вам, и чтобы вы знали, что я не нахожу виновным его в тех преступлениях, в которых вы его обвиняете. Я хочу, чтобы вы его освободили. Хватит, зачем нам слушать его? Какое нам дело, чтобы по вашим римским законам он оказывается невиновным? Мы имеем свой закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что выдавал сейчас на все законы. И у вас на это есть свидетели? Да, у нас есть свидетели. Он обещал, что разрушит наш храм и в три дня его восстановит. Затывал тебя, старелка, затывал тебя, дождь и заботы. Он нарушает в субботу! Слышишь, сколько свидетелей стоит против тебя? Правда, этого недостаточно? Это богохульство! На что нам еще свидетели? Хорошо, я выслушал ваше обвинение против него. Я еще раз допрошу его. Иисус, ты слышал, сколько обвинителей против тебя? Скажи что-нибудь в свое оправдание. Защищайся. Почему же ты молчишь? Скажи. Отвечай. Иисус, удивительный ты человек. Послушайте. Я еще раз запросил внимательного этого человека и не нашел в нем никакой вины. Я прихожу наказать его и отпустить на свободу. Будь осторожен, Пилан. У тебя могут быть неприятностей. Если ты отпустишь сюда, а ты не трех операций. Тебя не отпустишь. Мне кажется, они завидуют ему. И что больше всего интересно, эти иудеи вкутали меня в свои разборки. Послушайте. Вы обвиняете этого человека в присвоении царской власти и в том, что он является врагом кесарю. Мало того, вы и меня делаете врагом кесарю. Или только потому, что я не соглашаюсь с вашим мнением. Но посмотрите же на него внимательно. Разве он может быть врагом могущественному кесарю? Ведь только вы и называете его опасным преступником. А если это так, значит он действительно ваш царь, он нам не царь. Не царь он нам. Не царь он нам. Послушайте, я хорошо знаю о том, как Синедрион относится к пророкам. Я бы хотел спросить мнение народа. Не препятствуйте, пусть народ подойдет поближе. Жители Иерусалима и пришедшие поклониться. Вне ваших праздников я по обычаю отпускаю вам одного из заключенных на свободу. И сейчас у нас сидит один заключенный в Варава, который был схвачен под стрекательством и мятеже. И был осужден за убийство. И так же вы знаете и Иисуса из Назарета, который в народе считает царем иудеем. Итак, я вас спрашиваю, кого из этих двух вам отпустить на свободу? Парабу! 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 Парабу отпусти! Тихо! Тихо! Я еще раз вас спрашиваю, кого вам отпустить на свободу? Иисус! Парабу! 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 Парабу на свободу! А что же мне сделать с Иисусом? Раскнили его! Раскнили его! Андрей! Андрей! Сарею не вашего, Раскнули! Не в царе нам! Возьми нас! Нету нас в царях, кроме кесаря. Я выслужил ваше мнение, а теперь выслужите мой вердикт. Я на месте кевдей, гости и пилат, властью, данной мне императором кесарем и на основании в римских законах, провозглашаю. Парабу отпустить! Иисуса распять! Раскнили его! Раскнили его! Раскнили его! Греть! Все греть! Но знаете что? Я не виновен в крови этого праведника. Вы сами решили учесть его. И в знак этого я умываю перед вами всеми руки. Раскнили его! Чем без народ повиддит? Да! Коб его на нас! На сердечень, а! На распятие на крест! Нет! Раскнили! Так вы решили? Раскни! Сотник! Раскнили его! Раскнили его! Раскнили его! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...